Поверьте, в каждом человеке ежеминутно присутствует огромное количество бактерий и различных микроэлементов, которые способны его убить прямо сейчас. То есть для этого не нужно чем-то заболевать, не нужно идти искать этих клещей, которые бы покусали и чем-то заразили. Поверьте, прямо сейчас в организме каждого человека находится то, что может его убить за очень короткий промежуток времени. Но этого не происходит только по одной причине, что существует много других факторов, которые не дают этому событию случиться. То есть одни нейтрализуют немножко другие или от срок откладывают. У нас в нашей карме точно такая же ситуация. То есть у вас, у каждого, как мы вчера уже говорили, существует практически любая карма. Как благая, так и негативная. Уже сейчас я немножко повторюсь, может быть, как раз те, кто будут смотреть видео, чтобы было понятнее, что я имею в виду. Человек рождается, ну, как мы выяснили, что реинкарнация все-таки есть. И вот этот процесс реинкарнации, он до данного момента происходил уже бесконечное количество раз. Доказывается это очень просто, что если мы сейчас реинкарнировали из какого-то предыдущего состояния, то единственный способ достичь этого предыдущего состояния – реинкарнировать из какого-то еще предыдущего состояния. То есть по-другому никак. Если бы, скажем, была бы возможность не реинкарнировать, а как-то по-другому жить, то вы жили бы просто по-другому. Поэтому мы до этого момента шли уже бесконечное количество жизней. Создали себе бесконечное количество разнообразной кармы. И вот как раз проявление ее зависит именно от того, как мы живем, от нашей мотивации, от того, какие мысли в нашей голове, какие поступки мы совершаем. То есть мы прямо сейчас формируем то, какая карма будет проявляться. А она у нас уже скоплена вся. То есть у нас нет чистого листа, и мы вот там… А я вот не создавал такую карму, нет, не будет. Нет, поверьте, у каждого из нас может произойти все, что угодно. Но произойдет оно или нет, зависит от тех действий, от тех мыслей, которые происходят прямо сейчас.